Спасибо за представление. Спасибо за приглашение. Я хочу поблагодарить организационный комитет. Вы даете мне возможность поделиться моими мнениями относительно рака и беременности. Спасибо Ирине. И, конечно, спасибо за то, что вы нам показываете свой замечательный город Петербург. Для меня большая честь быть здесь. И также моя обязанность заключается в том, чтобы сказать, что Европейское общество гинекологов и онкологов поддерживает наше заседание. И Ирина уже об этом говорила. Я считаю, что это очень важная организация, организация, которая выполняет очень много образовательных задач. Моя задача рассказать о раке и беременности. И после наших напряженных дней мне бы хотелось, чтобы вы помнили о следующем, что хирургия, радиотерапия и химиотерапия возможны при беременности. Конечно, лучше учитывать эту сложную ситуацию и химиотерапию лучше подвергать женщину до рождения ребенка. Как Педра сегодня говорил, есть определенные доказательства, конечно, и рандомизированные исследования дают нам такие данные. Но, к сожалению, рандомизация беременных невозможна. Поэтому скорее это когортное исследование, скорее это наблюдение. Вот, собственно, о чем я собираюсь сегодня говорить. Я не буду сейчас об этом рассказывать, но хотелось бы начать с конкретных кейсов. Потому что они покажут нам, что мы можем сделать для наших студентов. Вот у нас 28-летняя женщина, которая не курит, и у нее рак, который уже переходит на другую сторону языка. Видите размер его, видите, здесь подозреваются узлы даже. Она попала к нам, будучи беременной, с подозрением на онкологию. Здесь 9 часов ее оперировали. И, к счастью, все прошло достаточно удачно, но потребовалась радио- и химиотерапия. Лучевая терапия, вот здесь мы к этому готовимся, здесь мы защищаем все эти органы столь важные. И, конечно, мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить безопасность плода. И таким образом мы осуществляем эти процедуры и во время беременности. Вот результат этого всего. Тогда Зоя должна была родиться, и второй раз она забеременела, и родился второй ребенок. Вот что подразумевается. Она обратилась к нам, потому что было мнение, что нужно прекратить ее беременность, оборвать ее, потому что были подозрения на рак. Ну вот, хорошо, эпидемиология, это все случаи здесь представлены в национальной нашей сети, в базе данных. Здесь у нас 2663 случаи. Это в основном, конечно, случаи рака, связанные с беременностью. Вы видите, здесь разбивка по всем типам рака, которые мы наблюдаем. И, как видите, наиболее существенным является лимфома, рак выживания и рак яичников. И, конечно, самое большое место занимает рак груди. Конечно, вы видите, это разбивка для молодых женщин, молодых женщин репродуктивного возраста. Таким образом, диагноз вовсе не означает, что мы найдем какой-то конкретный вид рака. На самом деле в этом возрасте может быть любой рак. 2059 случаев для Европы означает, что мы имеем определенные, конечно, данные ежегодно. Если посмотреть на европейские цифры, вы увидите, что это весьма большое количество женщин. С какой проблемой мы сталкиваемся в время временности? Симптомы дегистационные могут на самом деле соответствовать онкологическим симптомам, особенно когда мы говорим о раке груди. Вот видите, вот здесь на самом деле это приводит к поздней диагностике. Видите, у нас воспаленная грудь, и вы видите уже издалека даже, что здесь есть вовлечение лимфатических узлов. А вот эта грудь также содержит... Здесь на самом деле две трети этой груди уже охвачена раком. Поэтому, конечно, у нас есть и другие типы рака здесь. Но мы понимаем, что сейчас мы, конечно, здесь более высокая стадия, чем по сравнению с теми женщинами, которые не беременны в этот момент. Таким образом, любая жалоба беременной женщины должна восприниматься всерьез. Мы должны стадировать наших женщин беременных. И основное, что мы можем сказать, сонография и магнитная резонанса – это достаточно безопасные и предпочтимые методы исследования, особенно когда речь идет об области таза. Потому что в противном случае... Какие дозы должны быть? Это 10-20 CGI. И вы видите, что в большем ряде случаев у нас дозы даже меньше. Мы предпочитаем сонографию и предпочитаем МРТ. Теперь молочная железа. Мы должны проводить сонографию. Это та же самая грудь – монограмма и сонография. Вот что мы здесь. Здесь вы не видите никаких признаков рака. Плотная ткань, которая связана с беременностью. Но если вы сонограмме видите ту же самую грудь, вы видите здесь рак, видите опухоль. Так что мамограммы недостаточно. Вот клиническая информация, которую мы должны учитывать. Стазирование необходимо. Да, использовать самые разные. УЗИ использовать, безусловно, и МРТ опять. Мы уже говорили. И рентгеновское обследование. Надо добиться того, чтобы не было никакого накопления радиоактивности рядом с плодом. И теперь сигнальные лимфатические узлы. Их обследование. Мы считаем, что это достаточно безопасно. Почему? Почему это безопасно? Потому что мы используем низкие дозы, и 90% этой радиоактивности лимфатическими узлами поглощается. Доза очень небольшая, значительно меньше, чем пороговая доза. И даже для рака вульвы это возможно по той же самой причине. Мы можем сказать, что это можно осуществлять. Новые техники, которые помогают нам использовать эндосингрин. И это дает нам тоже хорошие результаты. Это вполне вероятно альтернатива. Мы не рекомендуем этот синий, потому что на самом деле, если возникают осложнения в связи с этим, то их трудно будет излечивать у беременных женщин. Да, я не буду говорить о деталях, представленных на этом слайде, посвященном сигнальным лимфоузлам. Но 97 женщин у нас, одна женщина была с рецидивами. И это, конечно, соответствует, в принципе, данным, которые мы получаем. И поэтому, таким образом, наши данные по сигнальным узлам являются вполне справедливыми. Теперь МРТ по всему телу. На самом деле, конечно, мы здесь говорим о том, что вот здесь у нас традиционные МРТ. Мы здесь видим печень, нормальную печень. Здесь мы видим диффузию. При диффузии мы видим, что здесь есть проблема. Биопсия это подтверждает. И таким образом, мы что предлагаем? Все пациенты получают у нас МРТ диффузного характера для того, чтобы найти метастазы, если они есть. Конечно, до недавнего времени существовала такая неясность в связи с исходом для детей и для плода. И исследования показали, что МРТ во время первого триместра достаточно безопасен для плода. Очень важно, что получается информация по использованию Гадалинина, извините. И даже здесь мы видим, что здесь есть определенные позитивные данные. Мы теперь знаем, что это не рекомендуется. И МРТ именно такого рода не рекомендуется для беременных женщин. Неинвазивное тестирование пренатальное. Мы считаем, и наш опыт говорит о том, что возникновение рака только усиливается, если мы используем такого рода тестирование. Например, на 5-20% плода, особенно когда мы берем тест на ДНК. На самом деле, это наш первый кейс такой, а может быть, вообще первый кейс, о котором было сообщено. Эта пациентка, генетик, к нам обратился и сказал, Фредерик, вот этот ребенок нормальный, но здесь проблема у матери. Здесь есть какие-то определенные изменения, которые говорят о том, что у нее рак. Поэтому в нашем проекте мы провели МРТ всего тела, и мы увидели вот эти вот такие массы, такие ткани, которые оказались совершенно точно говорящими о том, что есть опухоль. И поэтому у нас были три гена, которые нам нужно было изучить, и надо было взять соответствующие тесты. Но изменения в крови, мы считаем, у этой пациентки были связаны с возникновением рака. Эти результаты были изучены, были обследованы, и мы публиковали эти материалы в журналах. И потом такие же случаи мы подали. Таким образом, вторая причина, почему у беременных женщин можно диагностировать рак, и такое бывает и на позднем этапе беременности. И, да, хирургия для беременных женщин. Обычно это не злокачественные опухоли, на которых мы проводим операцию. Конечно, должна быть соответствующая оксигенация. Мы должны думать о женщине, о матери, а значит и о ребенке. Потому что если все хорошо с матерью, будет хорошо и с ребенком. С левой стороны мы видим женщину, 28 недель беременности. Здесь нет мониторинга плода. С правой стороны, 29 недель. Конечно, здесь есть вероятность срочного кесарево сечения. И мы не знаем, конечно, что здесь у нас, есть ли у нас акушеры или нет. Но, как правило, конечно, есть здесь большая такая разница между реакцией организма ребенка и организма матери. В данной ситуации ребенок тоже спит вместе с матерью во время процедуры. Теперь препараты, которые годятся, не годятся. Но, конечно, мы считаем, что когда происходят различные манипуляции с маткой, тогда нужны определенные препараты. В противном случае нет. Конечно, тромбоз. Рак предрасполагает к тромбозу, особенно для беременных. Поэтому, конечно, мы должны проводить профилактику тромбоза. Лапароскопия возможна. Через два отверстия, здесь в левом верхнем квадранте, и мы проводим иглу, и мы таким должны надуть обязательно, должны брюшную полость надуть. Но я предполагаю, что следующее лучше. Вот здесь по средней линии мы сделаем отверстие, потому что очень осторожно, потому что ни в коем случае нам нельзя повредить матку. Радиотерапия, лучевая терапия. Покажу вам один кейс. Почему мы проводили лучевую терапию этой больной на этой пациентке с раком языка? Что происходит? Во время третьего тиместра ребенок начинает расти, и он становится все ближе и ближе к источнику радиации. Поэтому надо очень осторожными быть, потому что здесь возникает опасность. Если у вас здесь доза 10-20, то на третьем триместре вы должны пересчитывать эти дозы каждый раз, в каждом конкретном случае, для каждой пациентки вы должны все пересчитывать. Это тоже пациентка в нашей клинике, здесь профессор Хувер, он физик, и он рассчитывает для этого конкретного пациента, для этой конкретной пациентки, для определенного срока беременности дозу, для того, чтобы не нанести вред плоду. Ей не нужна была хемотерапия, ей нужна была, тем не менее, адъютантная терапия, и это была лучевая терапия, и вы видите, как защищается плод. Таким образом, всегда у нас, тем не менее, есть вероятность того, что плод окажется под воздействием и радиацией в том числе. Да, да, хемотерапия. И теперь мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми правилами безопасного применения химиотерапии в период беременности. Мне хотелось бы познакомить вас с некоторыми общими правилами по безопасности применения химиотерапии во время беременности. На самом деле, беременность сама по себе не является поводом для изменения дозировки. Существуют стандартные протоколы, их необходимо применять, необходимо учитывать массу тела пациентки, поскольку в самом начале лечения пациентка взвешивается, на основе этих показателей определяется дозировка. Кроме того, беременность не является причиной и для отцитрования дозировки в повышенную сторону. Мы можем применять высокодозовые режимы, интенсифицировать их, хотя высокодозные режимы, конечно, создают повышенный риск токсичности, поэтому они, наверное, не приветствуются. Что касается наиболее рекомендуемой комбинации химиотерапевтических для беременности, они тоже существуют, изображены на этом слайде. Что касается поддерживающей терапии, я думаю, что те, кто применяют химиотерапию во время беременности, замечают, что побочных эффектов от онкопрепаратов в период беременности мы наблюдаем гораздо меньше. Мы предпочитаем метилпреднизолон, дексаметазон. Дексаметазон противопоказан в третьем триместре. Предпочтительной опцией является метилпреднизолон. Он метаболизируется в плаценте и не проникает в ткань оплата. Еще одно важное сообщение по поводу такого препарата, как герцептин. Он также не пересекает плаценту. И, как правило, он не дает никаких порогов развития плода. Существует рецептор ЦРБ-2. Это означает, что если этот рецептор задействован, амниотическая жидкость нужна ребенку для того, чтобы у него нормально функционировали легкие. В отсутствии амниотической жидкости ребенок может погибнуть от респираторной нагрузки, от респираторного шока, потому что его легкие не получали достаточно нагрузки в период внутриутробного развития. Амниотиниб не применяется в течение первого триместра беременности. Во втором триместре, как мы считаем, применять его допустимо. Риски, связанные с данным препаратом, ассоциированы с образованием энтероферона альфа. Доксорубицин, эпирубицин, доситокцил и поклитокцил. И, как правило, в период беременности по сравнению с беременными пациентами существует определенное различие между данными группами пациентами в плане концентрации препарата, в плане площади подкрывой, в плане показателя ЦМАКС. Мы должны задать себе вопрос, является ли химиотерапия такой же эффективной в период беременности, как и у небеременных пациенток. И вот этим вопросом мы занимались нашей исследовательской группой. И совместно с нашими коллегами рассматривали эту ситуацию, мы не обнаружили различия между двумя данными группами пациенток в плане выживаемости. У нас было более 400 случаев пациенток с ранним раком. И причина, по которой химиотерапию используются, назначать допустимо во время беременности, состоит в том, что пациента представляет собой активный орган, служащий барьером для целого ряда препаратов. И таким образом, не вся химиотерапия, которую мы назначаем женщине, поступает в ткани плода. И вот это препараты, которые мы использовали в нашем исследовании. Это те концентрации препаратов, которые мы наблюдали на животной модели. И, разумеется, показатель безопасности, профиль безопасности должен очень тщательно изучаться в исследованиях. Мы, конечно, знаем, что ситуация беременности – это ситуация особого риска для плода, для женщины. Мы рекомендуем нашим пациенткам отказаться от алкоголя во избежание образования алкогольного синдрома у плода и воздержаться от курения. Но во всех остальных случаях мы утверждаем, что и убеждаем этом пациенток в том, что химиотерапия – это совершенно жизнеспособная опция, это прекрасный вариант. И перед нами пациентка, которая получает в течение второго триместра беременность эффект. И когда мы назначаем химиотерапию после второго триместра беременности или в третьем триместре, химиотерапия не связана с риском пороков развития плода. Мы наблюдаем, что, как правило, такие мальформации у плода возникают как раз в группе пациенток, не получавших химиотерапию во время беременности. Таким образом, и это явление также подтверждается, подкрепляется целым рядом репрезентативных исследований. Говоря об уровне IQ, существует корреляция с гестационным возрастом. Ну, конечно, контрольная группа в данном случае отсутствовала, и очень приятно осознавать, что на самом деле пациентки, пациентки, у которых проходили срочные роды, получали химиотерапию ранее в течение беременности. И перед нами группа пациенток, которые относятся к более старшей возрастной группе, однако у детей более старшего возраста мы можем более точные данные получить относительно поведения, особенности памяти, концентрации внимания. Это исследование, которое было опубликовано в Нью-Ингланд Journal of Medicine. И мы включили в это исследование контрольную группу в составе 129 детей в возрасте от 18 до 36 месяцев. Несколько слов об этом исследовании. Матери получали различные лечения по поводу своих онкологических заболеваний. И, кроме того, матери различались по наличию и отсутствию поддерживающей терапии, других аспектов лечения. Мы обращали внимание на результаты опросника общего состояния здоровья, на когнитивные особенности детей. И две основные цифры здесь – это когнитивные исходы между контрольной группой и исследуемой группой различий. Значимых выявлено было и не было. Мы проводили исследования с разбивкой по разным типам химиотерапии. Данные по радиотерапии, дети, которые получали радиотерапию. И не было отличий в плане когнитивных способностей между группами детей, матерям которых проводилась радиотерапия, в зависимости от получаемой дозы. Мы видим, что касается когнитивных исходов и преждевременных родов, преждевременного появления на свет. На этом слайде видно, что преждевременные роды как раз оказывают более маркированное, более явное воздействие на когнитивные способности, возможности ребенка по сравнению с химиотерапией. Таким образом, если мы выбираем между химиотерапией и преждевременными родами, то мы бы предложили, конечно, остановиться на химиотерапии и срочных родов. Теперь, что касается сердечной функции. В целом, видите, что данный показатель исследовался по целым аренам параметров, но клинических значимых различий, что у контрольной исследуемой группы выявлено, не было. И это особенно важно, потому что эти дети получали антрациклины, которые известны своим токсичным эффектом. По данным публикацией был опубликован случай, мать которого получила цисплотин, пять циклов цисплотина по 70 миллиграммов. И на самом деле здесь при таких схемах лечения необходимо соблюдать очень большую осторожность. Я гарантирую, что если вам предложили бы посмотреть на фотографии двух детей, одна из рожденных от матери, получавшей и не получавшей химиотерапию, вы, может быть, и не увидели бы разницу. И теперь еще одно исследование, опубликованное в прошлом году, 20-летняя эволюция, 20-летний опыт наблюдения за пациентами в составе свыше 1100 человек. И в течение этого периода есть три таких контрольных точки, 2005-2005 по 2009 и с 2010 по 2015 возрастает возрастающая тенденция к назначению химиотерапии, и снижается тенденция к тому, чтобы отказываться от химиотерапии, не назначать ее беременным. Таким образом, при приеме химиотерапии ниже риск самопроизвольного прерывания беременности, ниже риск преждевременных родов, и, таким образом, химиотерапия, конечно, это момент, который необходимо учитывать при введении беременных пациентов. Вот перечень тех факторов, которые необходимо учитывать при формировании стратегии введения пациентов с беременностью и онкологическим заболеваниям, раком грудной железы. Очень важно, чтобы при принятии решения, каждого решения, связанного с лечением онкологических заболеваний, принимал участие Акушер. Это пример нашей мультидисциплинарной бригады, команды, в которую входят целый ряд специалистов, от врачей до социальных работников, психологов. И, конечно, такие команды очень рационально создавать в мультидисциплинарных центрах. Дискуссия с участием Акушеров и онкологов – это очень важное дело, важное мероприятие. Перед нами фотография пациентки с раком шейки матки. Мы рекомендуем нашим Акушерам при выполнении кесаревого сечения проявлять особенную аккуратность, потому что это позволит избежать дальнейшего распространения, дальнейшей диссеминации опухолевых клепток и, следовательно, риск рецидива. Мы всегда это обсуждаем с нашими Акушерами. И еще один момент – это пациентка, у которой были положительные лимфатические узлы в области малого таза, пациентке была назначена радиотерапия. И пациентке была выполнена лимфоденоктомия, и пациентка на настоящий момент чувствует себя хорошо. Теперь какие выводы мы хотели бы сделать? Как хирургическое вмешательство, так и радиотерапия и химиотерапия возможны, осуществимы в период беременности. И, разумеется, в этом случае необходимо применение, и очень важно применение мультидисциплинарного подхода. Вы можете принять участие в работе сети наших специалистов по решению проблем бесплодия. И Россия – это одна из первых стран, которая, благодаря Елене, одна из первых стран, которая вошла в эту сеть. Сеть регистрирует данные, связанные с сохранением вертильности у женщин и задерживает сведения о том, каким образом достигается эта цель. Мы начали работу в 2014 году, и сегодня у нас в базе данных около 400 случаев. Мы, конечно, будем продолжать работу в этом направлении. А пока мне хотелось бы поблагодарить наших организаторов, хотелось бы поблагодарить всех участников нашего исследования, и хотелось бы пригласить всех заинтересованных лиц принять участие в мероприятии, которое будет проходить в следующем году, в Минске, в апреле. И это наша исследовательская команда в Левенском университете, Амстердам. Мне хотелось бы поблагодарить наших пациентов, благодаря которым это исследование смогло состояться, которые приходят к нам и обращаются к нам за помощью вместе со своими детьми. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.